Как говорится, в лечении лечения лекарства, это исследование Дюрея из 2012, это Prospective Detective Moldy Center, Comparative Parallel Group, Randomized Blind, Клинический исследование. И если говорить о основных клинических данных, проводилось исследование эффективности и безопасности гиауроновой кислоты при лечении язв. И это 2012 год, проспективное, новоцентровое, сопоставительное исследование с параллельными группами, рандомизированное, двойное, слепое. И участвовали 101 пациент с язвами венозного или смешанной этиологии. И я покажу, что и в других исследованиях основная цель исследования это сокращение размера раны в течение определенного периода. И также вторичные цели исследования, это процент сокращения размера раны на день 15, 30, 60, интенсивность, боли, болевая нагрузка, аспекты переязвенной кожи, процент пациентов, у которых была излечена язва, характеристики полости раны и комплиенс пациентов, которые тоже являются важными моментами. В этом случае крем Яросет использовался один раз в день и сопоставлялся с нейтральным препаратом в течение максимум 60 дней или до завершения лечения использовался. И вы видите результаты исследования. С синим показана группа с геороновой кислотой, красным с нейтральным веществом. И вы видите по вертикальной оси сокращение размера раны и вы видите, что на 45 день у тех пациентов, которые использовали крем с геороновой кислотой, намного больше этот показатель. И я хочу сказать, что это сама геороновая кислота исследовалась, то есть не препарат ИПСА. И следующий показатель это интенсивность боли, опять же синим группа с геороновой кислотой, красным без. И вы видите, что в течение периода с нулевого дня по 45 интенсивность боли сократилась, в среднем 9,8 плюс минус 3,5 мм и в группе с геороновой кислотой и слегка увеличилась в группе контрольной. К примеру,ARRоновой кислотой и слегка увеличилась в диаметре. И о переносимости, если вы видите табличку, в первой строке показана группа с геораловой кислотой и контрольная группа во втором строке. И только два серьезных нежелательных явления были по одному в каждой из групп, и они не были связаны с терапией, с лечением. Однако возникали такие побочные явления, как головная боль, например, раздражение в месте применения, отеки. И тогда вывод такой, что крем с геораловой кислотой значительно более эффективен, оказался, чем нейтральный препарат при местном применении, при язвах на ногах венозной или смешанной диалоги. И мы увидели...